Это чудо! Доброе утро, ребята, вот так вот я сплю. Стёпка классно спит, японечка, октяк, октяк, Стёпка, ты такой деловой, он на спине лежит, а голову вывернул, как у тебя так получилось, Стёпка, как так? Так, рыбатик мальчик, мальчик, так рыбатик, носок, боня опять спала со мной, да такая девочка хорошая, Лёшка уже ушёл, рано-рано снова. Всем хорошего настроя, позитивного на выходные. У меня сегодня столько планов, столько планов, хорош дрехнуть, надо вставать и их воплощать в жизнь. Да? Боня-то? Боня-то? Сегодня Бонечка уже побежала за Лёшей кушать, а потом пришла снова сюда. Да? Так что идём на поправочку. У меня процесс приготовления супа харчо, лук, морковь, тут томаты кусочками, у меня там баночка была, здесь у меня бульон, уже добавила рис. И мясо отделилось, ребрышек, в том специи добавлено, будет очень-очень вкусненько, Лёша обрадуется, он любит харчо и так остренький сделаем. Я не пойму, вы что, замёрзли? Троица? Балдеть. Но на кухне тепло, я готовила. Мои сладкие бусинки. Удивительно. Втроём лежат, класс. Суп готов. Посудомойка работает. Сейчас ещё стиральную машину запущу и буду приводить себя в порядок. Всё, привела себя в порядок, уложила волосы, уже надела платье, потом хочу показать мне телефон на зарядке, поэтому в полный рост себя показать пока не могу. Когда телефон зарядится, я покажу, как выглядит полностью мой лук. Гольфы хочу показать, как в образе смотрятся. И хочу пару слов сказать о фильме, о котором упомянула вчера, в вчерашнем влоге. И под видео комментарии есть там дискуссия небольшая. Почему цепляют эти фильмы, чем он мог понравиться, это ужас. Ну, в общем, такие комментарии. Да, так и есть. Это фильм тяжёлый. Показаны и рассказаны ужасные факты. Но от этого популярность фильма не станет меньше, потому что все фильмы, основанные на реальных событиях, всегда залетают в массы с очень большой скоростью, они мега популярны, ну, в большинстве своём. Потому что люди так устроены, что им нравится экшен, нравится жестокость, нравится разборки, драмы, скандалы, трагедии. К сожалению, но это факт, я не говорю за всех людей, но основная масса любит такой контент. Это видно и по телевидению, потому что все ток-шоу, все популярные передачи основаны на вот этих всех разборках и скандалах. В блогерстве тоже, чем хуже название ролика, чем больше блогер показывает вот таких вот невылизанных картинок, да, скандалы, разборки, всё то же самое, тем больше аудитория, конечно, тем больше хейта, но такие видео залетают, и просмотров у таких видео намного больше, чем когда ты супер хорошая, супер порядочная, супер воспитанная. Это даже не отрицайте, это так и есть. Судя по тиктоку, вот эти все г-г-г-г-г-г, о, труянда, ещё такая есть ниша людей, которые так хорошо изрядно выпьют, и проводят прямые эфиры, где им скидывают деньги, просто чтобы с них посмеяться, да, потому что люди немножко неадекватно себя ведут в этих прямых эфирах, ну, тикток пропускает такой контент, потому что он видит, что он популярен, что он людям нравится. К сожалению, ну, общество немножко деградирует, никому не интересны театры практически, да, какие-то видео культурные, просветительные, образовательные, а вот поковыряться в грязном белье, это всегда было интересно. Я очень люблю фильмы, которые основаны на реальных событиях, потому что задача фильма для меня, задача режиссёра, чтобы я поверила герою. Я должна прочувствовать максимально его судьбу, данную историю, его эмоции, его чувства. Тогда я погружаюсь в этот фильм, и я с нетерпением жду новую серию, если это многосерийный фильм. Я не могу понять фантастику, потому что я не могу поверить в это, в эти выдуманные персонажи, в эти сущности, какие-то сверхспособности. Кроме красивой картинки, каких-то спецэффектов, меня не цепляет ничего. Мелодрамы, чем раньше какой-то был период, когда мне нравились мелодрамы, но я заранее знаю, что будет по сюжету. Я могу предугадать и практически никогда не ошибаюсь, мне становится скучно. Вот такое кино цепляет и позволяет тебе, сидя, например, в квартире, переместиться в совсем другую эпоху, на другой край земли, можно так сказать. Потому что на реальных событиях могут быть фильмы и 80-х годов, и прошлого века, и 15-го века, исторические фильмы, которые основаны тоже на реальных событиях. Это всегда очень интересно. Мне нравится, как в таких фильмах открываются любимые актеры. Возьмем, например, Нагиева. Кто не смотрел фильм о авиакатастрофе, он в главной роли, обязательно посмотрите. Я никогда не думала, что он может так играть. Мы привыкли видеть Нагиева в кинокомедиях, ведущем красивых новогодних концертов. А здесь настолько трагическая роль. Я ему поверила, я проживала вместе с ним, эти эмоции, эти чувства великолепно сыграл. И ещё, почему меня зацепил этот фильм, что это моё детство, годы моего детства. И благодаря этому фильму я ещё раз увидела себя маленькую. Я вспомнила этот интерьер, эту одежду, эти прически, эти продукты, эти улицы. Потому что практически все города, можно так сказать, были похожи один на другой. Это времена СССР. Мы все родом оттуда, большинство, да, из зрителей моего канала. И ещё раз благодарю родителей, что такое тяжёлое время для них, да и для всей нашей большой страны. У меня было детство, оно было светлым, тёплым, сытым. Несмотря на все трудности, которые переживали многие родители, в том числе и мои. Поэтому, к сожалению, фильм не может посмотреть аудиторию более молодого возраста. Там ограничения возрастные есть, 18+. И понятно, почему. Но даже зрителям 18+, когда всё равно только всё строится и планируется, как дальше жить, ставятся в жизни приоритеты, идёт выбор профессии. Может быть, кто-то начинает семейную жизнь. Я считаю, что такие фильмы обязательны к просмотру. И это мотивирует на то, чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы не повторять такие ошибки. Чтобы развиваться и идти только вперёд. Я высказала своё мнение. Вы можете с ним не согласиться. Вы имеете на это полное право. Это выбор мой. И я обязательно посмотрю этот сериал полностью. Так, ребятки, показываю, как выглядит. Я уже надела шубу, а потом вспомнила, я же не показала вам чулочки, гольфики вот эти. Вот так они выглядят. Очень тепло. И я считаю, красиво. Лёша увидел, пришёл с работы, оценил, ему понравилось. Всё, мы выезжаем. Ребятки, мы приехали на Почайну. В городок. Сейчас покажу красиво. Вот так выглядит торговый центр. Ёлочки возле входа уже. А там ещё и карета с оленями новогодними. Ну, красота же. Красота. Красота. Какая фотолокация. Фотозона. Там уже фотографируется. Ветер очень сильный. Сегодня очень плохая погода. Всё, сюда заходим? Пойдём, потому что такая погода, даже дождь. Зашли в Интертоп Аутлет. Сейчас тут акция до 6-12. Если две одиницы покупаешь, третий идёт в подарок. Ну, цены такие. Среднестатистические. Декор красивый. Да, он прикольный, да. Кая Герда. Да, мне не зовут ещё. Да, это всё из сказки Кая Герда. Снежная королева, да? Да. Вот сюда прикольная игрушка. Угу. А он большой. Угу. Угу. Вон, зум какой-то. Интересный торговый центр. Просторный, светлый. На первом этаже, в основном, все магазины бытовой техники, Комфи, Фокстрот. Что там ещё было? Алло. Делонги, Алло. Да. На втором этаже уже тут больше одежды. Нижнего белья. Нет, какой-то оранжевый шок. Я не знаю. Нет, ну зачем можно. Платная. Нет. Эпоха тех времён. Наряды. Что, это, кстати, когда-то сколлекционировала таких куколок. Помнишь, бабушка тебе покупала? А мы их привезли? А мы их привезли, этих куколок, Лёш. Мы привезли эти куклы? Какого-то. Что ли это? Ну, ещё на лестнице. Смотри, как красиво. Ну, я снимал, там же концерты. Да. Вот здесь они стояли, да? Да, вот там барабанщик сидел, а вот тут они пели. Я прикреплю кусочек. Маленький, потому что Ютуб забанит. Маленький. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В этом торговом центре городок будет проходить утренник для детей Донецкой области Соню уже тоже пригласили, мне звонили из хаба Донетшины Я так понимаю, вот здесь это будет и проходить Сегодня тут что было? Какое-то тоже мероприятие? Жинка Донетчина А, Жинка Донетчина Конкурс какой-то был, да? Вот так Вот, культурный хаб Донетчина А вот тут все было, кстати, я вторая Понятно Вот еще один хаб Благоденец Италийский семейный ресторанчик Детская зона Зашли, ну, можно сказать, секонд-хенд Но такой Тут вот представлены Известные бренды Вот их список Тут даже трусишки продаются Купальники Какая красотень Вот это да Вот это да Как вам такая юбочка Для Снегурочки В новогоднюю ночь А, девчонки? Девчонки Это шортики Мне вот эта юбочка красная Заслуживает вашего внимания Надо прикупить А то износилась я прям уже И тут очень много тепленьких штанишек Кстати, хочу обратить внимание Без шуток Довольно-таки прикольные Вот эти классные Что это у нас за бренд? Нашли интересный кофе-аппарат Делает капучино Называется Макарон Вот у меня уже такой Очень вкусно А цена 25% А цена 25% Прикольно Такое еще не видели Пришли в самый большой магазин Розетка Здесь не только можно получить Товар Но и все в наличии Можно Вообще Леша приехал Послушать Как звучат наушники Которые он хочет приобрести Вот А мы с Сонечкой пока тут Книжечки посмотрим К Новому году Есть всякая Красотишка Да, Соня? Угу Ну давай посмотрим Что тут есть Смотрите, какие зайчики красивые Эта емкость Обалденная И вот еще тоже Прождественский носочек Деда Мороза Лешка расстроенный Купи кошмонавта себе, Леш И не расстраивайся А расстроен почему? Сейчас мы у него спросим Леш, что ты расстроенный? Расскажи Мужские капризы Да, мужские капризы В общем, сказали Дорогие наушники Ему не откроют Чтобы послушать Кот в мешке Он покупать не хочет Кота в мешке Поэтому вот так Кстати, чай, который мы любим Вот он Лаваре Вот, вот этот Вот этот Лаваре без упаковки продается Да, зайчик? Идем посмотрим, где Пошли Посмотрим Лего Вспомним детство Да Вот такой даже букет Можно из Лего Собрать Цена 2,215 Красиво Ой, тут классный Выбор риса Сейчас мы тут Какой-нибудь рис Купим Ух ты Булгур И добавлено Добавлено Смажено Вермишель Вот Это интересно Это интересно Вот это красный рис 105 гривен А мне интересен А мне интересен Вот этот Не шлифованный Рис И дикий Берем такую баночку Для тортика Выпечки Миндальные чипсы Такая большая пачка Я считаю 300 грамм 155 гривен Это хорошая цена Ну, не все дешевле Но такие нормальные цены Новогодние упаковочки Большие подарочные Чай Лаваре Этот 149 Этот 195 Кофе Так, быстренько запоминаем Биар и Пэй Очень классный Потом Эль Мэкс Марвис Вот это Витис Вот это Противовоспалительное А это Хорошо Очищает Все замочки Все для Пациентов Кто носит Брекет системы Либо Коронки Мосты Очень классная Паста Курапрокс Тоже Отличная Зубная паста И Президент Курапрокс Биар и Пэй И Витис Также есть Детские серии Когда Есть Выраженное Чувствительность Зубов Вот это Классная Тус Мус Это Зубной Гель Крем Вернее Даже Для Зубов Очень хорошо Восстанавливает Структуру Эмали Уплотняет Ее И Чувствительность Зубов Уменьшается Курапрокс Курапрокс Биорепейр И Президент Вот мы Соней Взяли Ортодонтические Щетки В центре Щетина Ниже Чем По краям Также Есть Ёршики Для Языка Монопучковые Щеточки Вот они Вот они Зубные Нити Большие Большие Упаковочки Вот они И Интранентальные Ёршики Кстати Вот Наши Ёршики Есть Соня Я их Не увидела Сейчас Мы Ещё Ёршики Возьмём Мы Уже Ребята Дома Поужинали Сонечка Уже Даже Отправилась Спать Я Сейчас Отправляюсь В ванную Комнату Хочу Показать Какую Книгу Мы Ещё Купили В коллекцию Тысяча Памятных Потилунки Тили Коу Хотя Я говорю Что Я уже Выросла Из мелодрам Но Вот Эту Книгу Очень Многие Рекомендуют Что Очень Эмоциональная Слезливая Иногда Хочется Что-то Такое Тоже Почитать Поэтому Эту Книгу Я взяла Себе Перед Сном По Несколько Страниц Нужно Читать Обязательно Для Словарного Запаса Для Работы Мозгом Серого Вещества Книги Необходимы Я очень рада Что Соня Сейчас В таком возрасте Что ей Интересно Читать Что Не я Ее Как бы Заставляю Что Она Сама Проявляет Интерес К Книгам Мне Это Очень Радует Я Всем Желаю Тихой Спокойной Ночи Увидимся С вами Обязательно Завтра Пришла Кстати На почту Еще Одна Посылочка Завтра Будем Получать Огромная Большая Тоже Для Кухни Так что Завтра Будет Распаковка Будет Очень Интересно Все Всем пока Продолжение следует